После скандала с демонстративным выходом из общественного совета Министерства образования двух академиков, Жареса Алферова и Владимира Фортова, напряжение как вокруг, так и внутри рано усилилось. Несмотря на то, что министр образования перед академиками извинился, интрига в преддверии выборов президента Российской Академии Наук и ее будущего теперь уже зашкаливает. Тем временем в топах русского ютьюба сейчас лидирует ролик, отснятый на одном из заседаний по оценке эффективности вузов. Там министр образования Ливанов по-матерному отгружает своего зама за то, что он неверно голосует. Впрочем, это лишь фон к новому скандалу о том, на что обиделись академики и за что извинялся министр. О том, кто вообще, кто, кого и за что. Илья Канавин. Министр образования об Академии Наук без обиняков. Она не будет жить, она не жизнеспособна, но у нас она живет. И эта жизнь, она еще какое-то время продлится, может быть, долгое время, может быть, короткое. То, что от меня зависит, я буду делать для того, чтобы эта ситуация изменялась. Публичное объявление войны. Но даже не это больше всего оскорбило больших ученых. Возмутило, откровенно говоря, просто вызывающая форма, в которой это было все сказано. И, по сути дела, было поставлено под сомнение уровень российских ученых, работающих в Академии Наук. Архаичная, недружелюбная, неэффективная. Так министр описывает Академию. И создает Совет по науке, в который войдут, цитата, ученые дееспособного возраста. Справедливости ради стоит напомнить, что идею Совета по науке в свое время предлагал президенту академик Фортов. После высказываний Дмитрия Ливанова он, Жарес Алферов и ряд заметных академиков потребовали от министра извинений. Министр извинился. Да так, что Владимир Фортов и Жарес Алферов вышли из Общественного Совета по науке. Не думаю, что мои слова могли обидеть здравомыслящих людей, занимающихся наукой на высоком уровне. В том числе и в рамках Российской Академии Наук. Но еще раз могу сказать, что если они кого-то задели или обидели, то я искренне извиняюсь. Что касается моей позиции, то она состоит в том, что сегодня, к сожалению, в Российской Академии Наук не созданы достойные условия для тех ученых, которые на высоком уровне, международном уровне способны заниматься научными исследованиями. Андрей Котельников. Физик. 7 лет работал в Италии. Вернулся в Россию. Возглавил Совет молодых ученых РАН. На данный момент научных сотрудников Российской Академии Наук в Ордосе до 40 лет 30%, практически треть. И если оперировать цифрами, мы можем ответить на это. Да, нас молодежи, нас много. Андрей создает новые материалы для энергетической промышленности. Его работу, кроме отечественных источников, финансирует Сименс, Фиат, Кембридж. Университет Кембридж, в который я еду на днях обсуждать наш проект, это востребованность таких мировых звезд наших результатов. Дмитрий Ливанов уверен, что наука должна перетечь в университеты. Наши критики ставят под сомнение базовый принцип, на котором основана Академия Наук. А именно на том, что некое сообщество ученых, занимающиеся фундаментальными исследованиями, делает это на принципах самоуправления. Самостоятельно определяет перспективные направления исследований и соответствующим образом распределяет средства, которые выделяет государство. Господин Ливанов полагает, но и не он один, полагает, что значительно эффективнее другой способ организации науки, когда наука фундаментальная раздроблена по различным вузам, и лаборатории, работающие в этих вузах, борются за гранты. В Штатах, например, наука и внедрение именно так и устроено. Никакой Академии, университеты и дюжины национальных лабораторий. Это крупные лаборатории. Стоимость каждой лаборатории, годовая, поскольку денег дает государство, превосходит стоимость нашей всей Академии целиком. Вот если американцы на науку выделяют около 137 миллиардов в год, а на нашу Академию наук 2 миллиарда в год, то вот к этим статам 30 надо прибавить еще 200, которые дает частный сектор. Так что скопировать американскую схему денег не хватит. Нобелевский лауреат Жавес Алферов о реформаторских идеях министра тоже без обиняков. Вот займемся, как говорится, подобного сорта реформами и потеряем всю науку страны. Уже многое потеряли и многое требует изменений и реформ, но других, считает Алферов и его коллеги, прикладная наука сильно ослабла за последние 20 лет. Идеи российских ученых внедряют и снимают сливки другие. 20 лет мы потеряли новые технологии, создаваемые нами. Это наши технологии, это мы их создавали. Они сегодня пошли в дело широко в мире, а мы оказались на обочине. Эффективность РАН Жавес Алферов вычисляет не так, как министр Ливанов. Между прочим, все Нобелевские премии в нашей стране получены сотрудниками Академии наук. О том, что и как надо менять в научной среде, академики готовы говорить давно и предметно. Чтобы у разговора был результат, нужны ум и такт. Илья Коновин, Леонид Арончиков, Виталий Лукашев, Сергей Бунеев, Вероника Богма. Вести недели.